Дерзкое происшествие Артист сменил псевдоним и продолжил заниматься творчеством, но его жизненный путь оборвался в 2019 году. Могилу музыканта часто навещают его поклонники, но далеко не все приходят с благой целью. Видео, на котором неизвестный мужчина уносит с собой вещь с кладбища, было размещено на днях. Ирина Толматская, мама известного музыканта, опубликовала на личной странице в Instagram видео с камеры наблюдения, которая стоит у могилы ее сына. На ролике запечатлен неизвестный мужчина, который решил забрать его. Ирина Толматская, мама Кирилла Толматского подписала видео, обратившись к поклонникам. Женщина попросила тех, кто знает мужчину, передать ему, что так делать нельзя. Также Ирина надеется, что злоумышленник вернет то, что он украл, на место. Подписчики женщины были возмущены поступком неизвестного. Они заявили, что герой видеоролика точно не относится к поклонникам Децла. По их словам, ни один из фанатов не позволил бы себе подобного. Неудивительно, что поступок неизвестного назвали низким и заявили, что у мужчины просто нет ничего святого. Видеообраз Децла той поры звездный мальчик на непрекращающейся вечеринке с моделями морем дорогого алкоголя и запрещенными веществами. Не Россия, а сплошной Вегас. С того же альбома хит-вечеринка все двигают попами под музыку хип-хопа. А потом он стал лицом рекламной компании Pepsi под лозунгом Pepsi Pager MTV. И это вполне вписалось в общую картину. Коммерческий артист, которому не интересно ничего, кроме денег и развлечений, должно было пройти 10 лет, чтобы мы увидели другого Децла с другой музыкой и другими текстами, прямо противоположного первому. Вместо обычной телезвезды мы увидели артиста андеграунда, каким Децла остался до самой смерти. Музыкант ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Рэпер скончался в своей гримёрке после концерта в Ижевске. Причиной смерти Децла стала острая сердечная недостаточность, которая стала осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. У артиста остался сын Антоний, сейчас мальчику 15 лет, и он решил пойти по стопам отца. Так начинающий музыкант уже записал свой первый музыкальный трек.